Вот так это все будет выглядеть. Специально для треника фанат расскажу, что мы здесь снимаем клип. В этот момент уже оппоненты выдвинулись нам навстречу. Ваши ребят грязные бомжи, грязные бомжи, грязные бомжи. Ну вот здесь непосредственно опечатывается наш журнал. Чтобы уже увидеть обложку, кусочек рекламы. Да, тут техника, конечно. Ну, кстати сказать, здесь печатаются все наши друзья-товарищи. Торпедо, журнал «Бульдог». Ну, это уже основная часть журнала. Небольшие фрагменты мы можем показать. Ну что, друзья, мы наконец-то забрали из печати долгожданный наш проект под названием «Журнал «Фратрия», посвященный десятилетию организации». Вот так это все будет выглядеть. Надеемся, вам понравится. Так, ну, хорош меня снимать, все, я уже читать хочу журнал. Специально для книгника «Фанат» расскажу, что мы здесь снимаем клип совместно с Tony B74. Он обычно про «Зенит» читает. Только такая херня, что такое. Кстати, по поводу Питера. Ты слышал разговоры о том, что сейчас билеты дорогие и так далее? Какое твое мнение? 2400 дорого как? 2400, мне кажется, это из серии, там, ебанутся. Люди должны иметь возможность посещать футбол, а не копить деньги со школьных завтраков, со студенческих, там, не знаю, дотаций каких-то. Концерт у нас уже 23 апреля. Хотим снять сейчас клип на новой треке. Хорошо, по мере возможности, я на выезда езжу, естественно. Но, во-первых, они не такие дальние фары, но всегда приятно, там, между друзьями езжу. Для тех, кто не знал, не узнал, может быть. Вячеслав Ширинкин, лидер группы КВТ. Олдскульный фанат «Торпеды». Все правильно сказал? Ну, кроме олдскульного. Двигаем к вокзалу. Сейчас стартуем в Питер. Yellowman. Сразу врываемся, Лена, привет, куда едешь, Лена? Привет. Угадай. О, звезда инстаграма, здорово, парни. Да, в Питер. В Питер. Кстати, это было, бля, я приехал в Ростов, было первое августа. Ух ты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты в погоне, я уже, приплывал, у меня аллергия, наверное. Я в том погоне, выходите отсюда. Выкрасывайте меня, я укрываю фару. Вы крючей повесили, куё-кру. Когда выкрасывайте, вы шейп из вас за колёс. Выкрасывайте выкрасывайте. Я не курю. Лен-ды. Вот мы и в Питере, приехали в любимый город взять. Уже стоят парнишки. На дворе 2016 год, на большой экскурс. Паша, расскажи о событиях, которые произошли в 2004 году. Собрались здесь на Горковской, нас осталось порядка 250 человек. Выдвинулись общаком, невзирая ни на что, в принципе, полиция нас сразу же увидит. Вы, получается, от метро, да, вот отсюда? Да, отсюда вот вышли от метро, здесь собрались. Вот, очень качественный состав, то есть все представители всех банд, всех фирм, плюс молодежь. Я, как уже сказал, мне там на тот момент было, например, 21 год, и попасть на такую движуху, это было как бы за счастье. Заряжено, в принципе, все были расстроены то, что бомжи отказались бурбануться именно количествами, да. Потому что, ну, в принципе, они понимали то, что такой состав мяса не вытянуть любого. И там просто вот это... Там реально из окон людям, да. Светил, слушай, ну ты как непосредственный участник тех событий, вот когда вы приближались, да, потихоньку к стадиону, к тому вот месту X, да, так сказать. Когда ты понимал, что вот скоро-скоро кого-то да вы встретите, а что ты вот ощущал, что у тебя было внутри, то есть какие, наверное, эмоции, блядь? Ну, я так скажу, на самом деле, чем ближе, да, чем ближе мы подходили к стадиону, тем больше был вот этот вот, как бы, кайф того, что ты делаешь, что хочешь, свобода, да, настоя, полная свобода. Ты приехал в город, там не то, что его захватил, да, но ты, блин, делаешь все, что хочешь, никто не может тебе ничего сделать. Красивый путь, там реально так же высокий асфальт, просто типа, блядь, он рубил, да. Ну, это уже, да, проспект Доролюбово, в принципе, это уже была такая финишная прямая наша готовка, то есть все начали, кто разминаться, кто просто подпрыгнуть, там выглядывали, чтобы увидеть этих фанатов, да, там, все в надежде, все радовались, потому что все-таки не зря, да, не зря приехали. Вот, шли не спеша, никто не бежал, спокойно, никакого напряжения, все понимали, что победа в любом случае будет за нами. В принципе, мы подошли к тому месту, где развернулось все действие, в этот момент уже оппоненты выдвинулись нам навстречу, неорганизованы абсолютно кучи, абсолютно в отличие от нас, потому что мы все больше и больше сгруппировались, то есть создали такой прям ударный... То есть это вот здесь вот, да, примерно? Да, примерно вот эти места, да, наверное, рубанули в первый склест, его можно по хронике видео посмотреть. Ну, на самом деле, как таковой драки не состоялось, потому что, ну, силы реально были неравны, то есть респект парням за то, что они вышли к нам, конечно, конечно, да, вот, но я так думаю, что они были обречены изначально, потому что мы были подготовлены, мы вышли на них, они, там, полетело говно с двух сторон, там, с нашей стороны несколько фаверов, там, кто-то, блин, что-то швырнули, да, с той стороны, я очень хорошо помню, прилетела огромная глиба асфальта. После того, как, в принципе, мы уже продавили оппонента, оппонент показал спины, вот, дальше уже начался небольшой хаос, потому что здесь, помимо хулиганов, да, зенита, были разбросаны фанаты, просто обычные болельщики, да, то есть, ну, просто в шарфах. И вот здесь, вот, на этом перекрестке уже была такая хаотичная драка, даже порой, я помню, люди не понимали, кто, да, потому что, вот, ну, уже все замешалось, и только там, знаю, не знаю, прыгали, прыгали. И, по сути, здесь уже разделилось. Часть народу ломанулась, небольшая группа, она ломанулась в ту сторону, прогонять бомжей, да, которые убежали, а большая часть, большая часть движухи, да, она в эту сторону. Во дворы. Да, во дворы, мы, по сути, на самом деле, немножко себя загнали даже в ловушку, уйдя в этот двор, потому что полиция в этот момент начала уже организовываться. Мы ходим на стадион, таки, в окружении полиции, вот это было круто, когда мы выходим, и нам весь мост заряжает Спартак красно-белый. Как ледиаторы настоящие, спартанцы, да. Мы вышли, нас встречали как победители, конечно, была тотальная победа, пускай оппонентов было не так много, но мы приехали в чужой город, показали себя, показали себя достойно. То есть, с зарядом мы приехали, чтобы победить, он был реализован, да, на сто процентов. Все, Пашка, спасибо тебе большое за рассказ с тех времен, событий. Ну, что, там, навстречу на стадионе? Конечно, конечно. Ну, либо сейчас в городе еще увидимся там. Ну, обязательно. Все, Паш, тебе давай. Привет. Как дела? Да ничего, добрались. Отлично. Что, ну, скажи, открылись, да, я слышал? Да, слышал, открылись буквально неделю назад, а тут такое испытание. Да. Извинь, Спартак. Ну, как, в течение дня уже много пришло, да? Слушай, тут вообще полна коробка. Не было никаких инцидентов-то. Слушай, пока нет, но так вот уже заряды пошли. Да? Ну, тут в основном мясо, да, я так понимаю? Да, ну, сейчас подъедут и местные, местная публика, ну, такая. Слушай, ну, классно, а вообще, как долго открывались? Там вроде по Инстаграму тебя смотрел, там довольно больше. Квей, есть холостяк, есть в Калуге, первый пилотный проект, который ребята из ITK открыли, экспот. Вот, ну, мы третья ласточка, собственно говоря. Ну, смотри, вот, примерно месяц все это заняло. То есть месяц открылись, ну, блин, место еще по-крутое, это так вот покажу. Место, да, место для перспективы этого проекта. Нам может подняться на крыше, угореть, в принципе. Да, здесь отстроят три этажа контейнеров, будет всякий ритейл, стритфуд, там. Блин, ну, классно, классно, классно. Ну, а так, ну, да, посидим, попьем, да, сидорок-то есть. Без проблем, все, что хочешь, 16 кранов, сида, пиво. Ехте, ну, да, сиоса. Заходи. Пьем же тебе, бля. Да ладно, вот она. Скиньте видео. На нее смотри. У нас девешник выфоткает. А кто невеста? Не важно, не важно. Фотограф? А вон, слышь, Итемыч, вон граффити. Не важно. Не важно. Нет, джинсы, легкие кроссовки, светлая путболка, непринужденный вид. В руках бутылка пива, все выглядит красиво, и голова бобрита, так что вся блестит. Мы в рот ебали, вонючий Питер Мы вам приедем, мы вас обидим Мы в рот ебали, вонючий Питер Спарта, 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 спарта Спарта, спарта, спарта Грязные бомжи, грязные бомжи Ваше имя, грязные бомжи Ваше имя, грязные бомжи и грязные бомжи Ваше имя, грязные бомжи Иди на хуй! Зюба, ты нас слышишь? Иди на хуй! Зюба, ты нас слышишь? Иди на хуй! Все, челлен, домой.